Продолжение следует... Это лучшая игра про ралли, что тут команды, тачки. Все супер-присупер, одно лучше другого. Ну вот, сейчас и посмотрим. Так, значит, Соляга. Ну, пожалуй, не буду начинать карьеру. Так, быстрый этапчик. Так, карантин. Команду можно выбрать. Категория G-версий. Ну, я в категориях вообще ни хрена не понимаю. Вот уж в чем категориях машины для ралли. Ничего. Итак, есть ли российская тачка хоть одна? Слушай, Priora есть, да? Hyundai, Volkswagen, Adapter, Robert Cubica. Что за Robert Cubica? Может, кубик Рубика ептать? Robert Cubica это, блин, Ford, оказывается. А, это я команду выбираю. А, я выбираю команду и не могу выбирать машины. Могу выбрать среди людей, которых я не знаю ни по лицам, ни по фамилиям водителей. И тачку. Hyundai какой-то. 1200 килограмм. Ну, давайте пусть будет Hyundai. Сомневаюсь, что здесь Priora есть. Наши машины есть только в одной игре. Это Spintires. Spintires. Что как бы доказывает, что всякий бизнес-класс, это не для нас. У нас нету такого количества бизнесменов, которым надо ездить в банки да в казино. А гоночные машины, вот нам-то они зачем? Что по нашим дорогам без слез даже на Газели не проехать. По большинству. Блин, хотел настроить самую убогую погоду, но ночь тут только ясная. Вот, но если надо помесить конкретное говнище, друзья, вы знаете, кому обратиться. Наши газы, мазы, зилы, кразы, блять, зазы, ну и буханочка. Могут пролезть просто по крышу в говнище и выгребсти без помощи троса. Но я же другую тачку выбрал. Вы что, охерели что ли? Что я вот хотел взять? Hyundai. Все, поехали. Посмотрим сейчас на лучшее ралли всех времен и народов. Буду сравнивать с Dirt'ом в 2015. Dirt тоже ралли. Там они не напишут, что они лучшие ралли. Видимо, Dirt это просто ралли, а вот ERC это лучшее ралли. Пятую игру сделали, уж, наверное, научились чему-нибудь. Ну, давай же. Походу, судя по тому, как долго грузится эта трасса, видимо, там сейчас просто ошарашит игра просто. Она сейчас будет впечатлять. О, да. Нет, игра грузилась бы недолго, просто Касперский обновлялся. Что-то меня эта графика уже настораживает. Я проверил, все стоит на High и Ultra. Очень странно, что все-таки дождь, хотя я выбирал погоду снег. Очень-очень быстрая игра сразу в машины, очень быстрая по сравнению с Dirt'ом в 2015. Но по сравнению с Dirt'ом в 2015 здесь прямо в глаза бросается, особенно вот игра на джойстике, абсолютно какое-то детское управление. Потому что в Dirt'е она намного-намного сложнее. Здесь машина просто вцепилась в дорогу, как питбуль в горло какой-нибудь другой собаки, я не знаю. А здесь прямо она, ну, прям приклеенная. В Dirt'е машина только и ждет, что ты ошибешься на какую-нибудь долю секунду в нажатии очередной кнопки и вылететь, и радостно, чтобы вылететь с дороги. А здесь она прямо нормально едет. Но, собственно, из графики здесь хочется... Тут не надо быть ванамасом, чтобы понять, что из графики здесь хорошо сделана только вода на асфальте. Остальное все... Какая-то борода, и в том числе и машина. На машине нет ни одного отражения, есть какая-то убогая тень на ней. Я провафлил. Это где-то они видели, чтобы такие... Такие эти... Мотки-ваты стояли на дороге. Да съеб твою медь! Мусорный пакет нахер какой-то. Я смотрю на эту трассу и охреневаю. Это что за... Это что за этап такой двухминутный? Это что за борода? Да похрен, где эта дорога? А, не дали срезать. Да, Dirt, конечно, в 500 раз сложнее играть, чем... В эту фигню, в версии, в этот... Обалдеть! Трасса минута 40. Она, блядь, грузилась дольше. Вы охренели? Реалимод. А, это реплей. Континиум. Отлично. Понятно. Надо карьеру брать. Да, каждый... Играть в единичные заезды ради минутных трасс, это очень круто. Базара нет. Что здесь за... За отрезочки такие? В Dirty 2015 там 8 минут трасса. В начальное. Потом удлиняется до 15 минут трассы. А здесь какие-то коротыши. Прям вообще, как до ларька съездил. Ёптайте. Да насрать мне, как меня там будут звать. Завидите, как хотите. Дайте мне уже тазло под жопу, и я поеду. Понаслаждаюсь лучшей игрой про ралли. Вы чё? Наконец-то старт. Спустя череду каких-то то ли обучений, то ли хрен знает чего. Всё-таки дали мне Citroёn. Очень классно. На правый стик можно почему-то зачем-то посмотреть на свою машину сбоку, но спереди почему-то вида нет. Ладно, посмотрим, какие виды в этой игре. Вот это уже третий по счёту вид, да? Машина от третьего лица далеко, машина близко. С капота. С капота, кстати, наверное, не так уж и плохо ехать. На руле, конечно, в эту игру играть, наверное, прям одно удовольствие, потому что она такая тут машина послушная, повороты более-менее плавные. Это в дёрте там, я не знаю. Руль можно просто открутить, наверное, и выбросить уже после первой гонки. Так, понятно, что ещё есть. О, вообще без машины вид. Ну, есть любители такого вида, конечно, но я не из них вообще. Не понимаю, чем может такой вид зацепить. И вид из кабины. Ну, вид из кабины, конечно, просто говнище. Это, блядь, хуже, чем Dior 2015, хуже, чем Project Cars, хуже вообще всего, что я видел до этого в своей жизни, потому что, ну, просто нереально говно, даже вот элементарно. Вид из глаз пилота, я так понимаю, что вот это, да, попытка показать, ну, по идее, должна быть, да? И посмотрите, видимо, что скорость, с которой едет автомобиль, это не то, что должно отвлекать гонщика от дороги, потому что просто нихера не видно панель, вот эту, сука, приборную панель, а вместо этого какая-то упугая текстура торпеды, блядь, перед глазами, которая ещё и походу, я не знаю, это похоже на какой-то ковёр, и она ещё и отслаивается. Что это такое за кусок торчит? За кусок ткани вот этот треугольный, блядь, над рулём, это что такое? Чё за вообще, что это я вижу вообще, что это? Ну, и уродский вид, конечно, да, стремотень полная. Я всё это время, вот что сейчас интересно, я еду, не врезаюсь, но я смотрю, разглядываю эту приборную панель. Боковое зрение, чуваки, боковое, да. Лучше нахер выключить этот вид и просто не смотреть, не включать его никогда. Если ещё вот так можно хоть как-то играть, да, более-менее, то вид из кабины просто удрючает. Ну, неискушённому игроку пофигу, что машина ни хрена не металлик, ничего, никаких отражений нету, никаких эффектов вообще. Из-под колёс ничего не вылетает. Единственное, что выхлопная труба попёрдывает иногда, это единственные вообще эффекты, какие здесь есть. Мне даже кажется, что если я на тормоз нажму... А, нет, следы какие-то всё-таки остались. При небольшом касании дерева вылезла тут же панель повреждения автомобиля, но вроде тачка ещё нормальная. Да, это не лучшая игра про ралли, это самая простая игра про ралли, потому что не надо тут вообще иметь никаких талантов, опыта, игры. Ну, я не знаю, может машина автоматом так настроилась. Я видел, скажем так, машины, где автоматом точно так же управление настраивалось, и было дьявольски сложно играть. Тот же Project Cars, где я постоянно вылетаю из поворота, просто не вписываюсь вообще ни во что. Очень долго я тренировался, прежде чем смог более-менее ездить в дёрте 15, и то я всё время там ближе к концу таблиц приезжаю. Вроде ни одной стенки не задел, машину не помял, а всё равно на скорости, то есть я там ездить не умею. А здесь просто, я не знаю, какой-нибудь десятилетний пацан уже эти ралли будет выигрывать через три дня практики. Какой через три дня? В первый же день будет рвать тут всех. Вот снежная дорога пошла, ну здесь машину должно затаскать. Херак на ручнике в поворот. Чуть-чуть, сейчас, сейчас, сейчас. Не привык к такому ручнику непонятному. Как-то машина на ручнике, её как-то не очень-то заносит, она не скользит как бы. Да. Её как-то, знаете, можно закинуть в занос ручником, но, газуя, машина из заноса не выходит. Она, сука, как дура, продолжает нестись жопой вперёд, блядь, вбок. Боком ехать, пока во что-то не ударится. То есть машину в занос закинуть можно, а вытащить из этого заноса нельзя. Может, у Citroёна просто привод не, блядь, не передний. Хотя я думаю, что здесь все должны быть полноприводные тачки. Но я не очень разбираюсь, кто там, какой привод. Просто вот в Dirty 2015 с заносами всё нормально, там, не знаю. А, это вообще первая игра с таким мутнейшим заносом. Мутнейшим. О-о-о, да, как классно тут. Понятно, здесь на занос лучше вообще не надеяться, лучше тормозить, тормозить педалью тормоза. Притормозил. А, о, нормально, машину и так заносит. Вы скажете, ну, тебя, наверное, таскают, потому что трасса, типа, снежная, ледяная. Я вам могу сказать, что разница есть в покрытии, то, что, ну, никакого нету. То, что они снег нарисовали, я этого вообще не чувствую. Между тем, в Dirty, когда ты видишь, что асфальт переходит в коврку льда, ты сразу стерично жмёшь на тормоз, и твоя скорость падает два раза, потому что на льду сразу машина улетает. А здесь по барабану она прям едет, как это, не знаю, как... Похоже, блин, не знаю, на какой-нибудь... Как там игра на плойке ещё на первой называлась? Porsche Evolution, ё-моё. Porsche Evolution 2004 год. Почему-то у меня задний бампер помялся, как будто мне кто-то в жопу въехал. Я не знаю, что случилось. Я, конечно, задел ягодичками пару косяков, но задний бампер-то при чём? То есть модель повреждения тоже... Ну, модель повреждения что? В Dirty 15-м тоже фары, вместо того, чтобы разбиваться, начинают размазываться по корпусу автомобиля текстурой. Так, я отломил, видимо, рычаг передач. Чё-то сзади сейчас хлопнула дверца машины. Блядь, ни кочки не было, ничего, а бампер задний оторвался. Ещё очень убого то, что здесь нет мини-класса. Это просто отстойно. Я, насколько помню, в Dirty 15-м... Может, там тоже не было, я не знаю. Я просто в последнее время играл очень долго в этот. Прожит-карса, там мини-карта всё-таки есть. И в ралли, мне кажется, она тоже бы не помешала, потому что слушать этого пилота и смотреть на стрелки надоедает. О, какая тачка классная. Прям хоть сейчас на Авито. Продам машину, попавшую под танк, сука. Это ралли Монте-Карло? Вот это? Зима в Монте-Карло? Не знаю, у меня Монте-Карло ассоциируется, знаете, с таким европейским Лас-Вегасом, что там казино, какие-нибудь тропики, асфальт, кругом дорогие тачки. А тут Монте-Карло, это какая-то, блядь, глухомань, сука. Непонятная. Солар-Кетс. Всё, машина начинает вести влево. Видимо, погнулись рулевые тяги или ещё что-нибудь. Не знаю, слушайте, вот честно хочу сказать, что играть в Колин Макрей ралли 2004 года было интересней. Я даже не знаю, но вот мне не нравится эта WRC и всё тут. Она слишком какая-то простая, я хрену не знаю. Она как детское ралли, ралли для детей. Писать про эту игру что на лучшее ралли, но я не знаю, это клевета последней формы. Я не знаю. Бля, попытался на ручнике в занос, ушёл в снег, нормально, всё, проехал. Так, дайте-ка я выйду отсюда, нахрен. Вот, выбрал Джей ралли, а это оказалось бабы, это бабское ралли. Смотрите, две тёлки на машине поедут сейчас. Всё, это... Разбегайтесь кто куда, бабы едут, ё-моё. Готовьтесь ржать, берите попкорн. Сейчас, поглядим, на воде. Ё-пта, парковаться-то хоть научились, ё-моё. И они до финиша доезжают, а дальше мужики паркуются. Посмотрим. О, женский голос. Гоу-гоу-гоу, как в контру прям. Обратите внимание, на снежинки падают. Снежинки какие красивые. Обосаться. CryEngine 25 просто. 28-й, наверное, даже. Это, блядь, технология будущего просто. Я не знаю. ФПС сразу 45 упал из-за такого снега классного. Офигеть. Я в последний раз видел такой снег мазёвый, когда в батл-тотс до зимнего уровня на дентике дошёл. Просто охренеть. Что за трасса вообще такая? Расчистили какую-то хрень в тайге среди сугробов. Машинка у баб более маломощная. Сразу видно, она так быстро скорость не набирает. Ха-ха. Ха-ха. Остальные даже не смогли параллельную парковку, видимо, выполнить. Ха-ха. Отлично, классно. Такой поворот был. Сам бог велел на него на ручнике войти, но машина, сука, раскорячилась поперёк дороги, и ширины не хватило. Нормально. Сейчас выйдем. Давай вездеход. Посмотрим, может, эта проблема была в той машине? Нет. А, ну да, я снова взял Citroën, но, кстати, Citroën уже вроде как другой, а торпеда всё такая же. По секрету сказать, я когда проверял настройки графики перед записью, я уже видел, ездил на Форде, там то же самое всё в кабине. Точно так же руль закрывает приборную доску полностью. Спидометров, тахометров, ничего не видно. Ничего такого нет. То есть не то, что как бы если... Ну, даже если играть с ручной коробкой передач, то можно переключать скорость по звуку, я согласен, но вся атмосферность пропадает в виду из кабины, если не видно приборную доску, как мне кажется. Слишком близко камера к окну находится, к лобовому стеклу. Да, я уж молчу про то, как весело играть в гонки, где нету других участников. Но в Dirt 15 было интересно играть. Здесь что-то я прямо сижу, я не знаю, я сейчас зевать начну так, что просто булки начнут на жопе раздвигаться, и мы как-то когда начну, блядь, пасть раскрывать. Ну, реально, что-то вообще... Лучшее ралли, блядь, я офигею. Это почти так же весело, как играть в симулятор дальнобойщика. Только там ты хоть какой-то груз везешь, а тут ты везешь... Везешь двух телок, но не на дачу, а просто в лес какой-то. Вот, раз ты как отлигаешь, я три минуты уже. Да, подводя... Можно подводить итог, конечно. Графика, значит, не какущая, да? Ну, просто графика 2010 год и то, блядь. Она вот в 2010 считалась бы устаревшей. Вот, если нету особенно воды, воды на дороге нет, то смотреть вообще не на что. Значит, во-вторых, управление в ралли чисто детское, да? Ну, можно, наверное, поставить какое-нибудь управление без помощи компьютера, мега сложные настройки. Блядь, я считаю, что ралли по умолчанию должны быть сложнее, чем обычные гонки. А здесь... Здесь ничего сложного нету, даже вот таких. Как бы, ну... Едешь и едешь, машина в дорогу вцепилась, и все. Это, конечно, жесть. Такой игре место, не знаю, на смартфоне, может, там, на чьем-нибудь. Чтоб поворотом экрана рулить. Каким я там приехал? Шарлотте Дамасо, первой. Офигеть. Собрал все стенки, все заборы, все равно первый. Очень классно. Ладно, короче, все понятно. Под эту игру БР записывать не буду. Смысла никакого. По-моему, это какая-то... Какой-то фуфломицин. Ой, Субару где-то было в этой игре, надо же. В общем, все. Можете написать, как оно вам, но я бы даже на вашем месте скачивать не стал, короче. Все. Пишите, жмите.